Ну просто жить невозможно. Дочка мне приехала на восьмом, а то она кое-как выскочила, вот здесь как начала ее рвать, сколько можно? Да. Даже сюда люди не заходят. Доктора детские приходят. Они просто в шоке вообще. Как вы здесь живете? Они только двери открывают. Как у вас дети болеть не будут? Не повезло с соседом, жителем третьего подъезда дома по улице 20-летия Победы, 85. Женщины рассказывают, что уже много лет призывают соседа к чистоте и порядку, но все бестолку. Впрочем, что говорить, тут показывать надо. Виктор, Виктор, ты хоть не ходи по помойкам, вот что. Это у меня есть разрешение Девяткова, Богдана. То есть вам мэр разрешил? Да, у меня была бумажка, чтобы разрешили бункера убирать. Потом на собак дали мне держать, как говорится, это милиция разрешила. На замечания от соседей Виктор реагирует эмоционально, повышает голос. С претензиями в свой адрес категорически не согласен, утверждает, что соседки все клевещут. А эти, как начнут грязи обливать, вот так. Мы тебя не обливаем, мы говорим, что ты такой, чтобы тебе помогли. Человек больной, понимаешь, что... У него с закрытой формы туберкулез. Во, во, уже туберкулез. У меня грыжа вылазит, мне не надо на пирата ложиться. Понятно, в комнату ложиться. Вот так вы убили, заколебали вы с больного хирурга. Тебя там хоть помоют. Тебя никто не трогает. Тебя никто не трогает. А просто людей рвет, понимаете, рвет. Если честно, женщины не преувеличивают. Может быть и к лучшему, что камера не передает запах. Виктор с женщинами объясняться не собирается, но нам рассказал, как живет. От газа отказался, холодной воды нет лет 20. Из благ цивилизации – горячая вода, отопление и электричество. Я все время на плитке варю. У меня на кухне собаки гадят, я все время тряпки меняю. А здесь я варю. Вот здесь на плитке я варю. Все время. Так покажи, пожалуйста. Какое ты делаешь? Вот вам все показываю. Однако нас в квартиру мужчина пустил. О запахе мы умолчим. Сразу входа дворницкий инвентарь. Виктор за продукты прибирается у окрестных магазинов. Скромный быт вы можете видеть сами. Во время экскурсии по своему жилищу замечательный сосед поведал нам о том, что живет вполне нормально. Дает приют больным собакам и кошкам, подкармливает бродячую уличную живность на районе. Вот лево мне пятерочка дает. Я голубям мочу и чай кормлю везде. Я на торговом помогаю. Со слов Виктора, коммунальные платежи он оплачивает исправно. С алкоголем не дружит, а дружит с местными дворниками, которых иногда выручает лопатами, метлами и найденными на контейнерных площадках мешками под мусор. Мешки эти бережно хранятся в мешках в санузле. Прямо как пакет с пакетами, только мешок с мешками. Всем остальным найденным предметом тоже находится свое место. Неравнодушные жители района подкидывают ему продукты для животных, которые у него живут. В своей жизни мужчина рассчитывает только на себя. Сами же соседи признаются, что желают мужчине чистоты на его жилплощади. Держаться, то есть так вот соседствовать, нету больше сил. Ольга может долго рассказывать о последствиях многолетней антисанитарии за стенкой. Мыши, насекомые и прочие ужасы. Он нездоров, это точно. Я думаю, что у него туберкулез или что-то. Запах вообще сильнейший у нас дома. Мы постоянно окна открываем. У меня маленькие дети болеют из-за него. Ничего, он ни на какие компромиссы не идет. Он не хочет ни прибираться. Он считает, что все нормально. Хотя весь третий микрорайон, он каждый божий день обходит все помойки и по несколько раз в день. Мы вот лично видели. Я много раз фотографировала уже. Позиции сторон ясны. Будем искать ответ на извечный вопрос, что делать, то есть пути решения ситуации. А ситуация непростая. Мы попробовали зайти с нескольких сторон. После нашего обращения в соцзащиту к мужчине на следующий день после нас пришли специалисты и рассказали ему о мерах поддержки и помощи, которые готовы оказать уже в ближайшее время. Гражданин от предложенных видов социального обслуживания отказался. Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством социальное обслуживание у нас носит заявительный характер. То есть главный принцип – это заявительный характер. Гражданин вправе либо согласиться, либо отказаться от социальных услуг. То есть работа по данному вопросу будет продолжена. История с Виктором даже будет рассмотрена на межведомственной комиссии при администрации города. Также свое видение ситуации с подобными соседями нам озвучил руководитель одной из управляющих компаний города. В своей приватизированной квартире дееспособный гражданин волен заниматься чем угодно. Хоть картошку сажать, хоть слона содержать. Воздействовать через Роспотребнадзор и жилинспекцию вряд ли получится. Так как для этих ведомств в приоритете, чтобы места общего пользования были в порядке. Вариант выхода в суд тягивает с тем, что это, во-первых, затратно, во-вторых, надо собирать доказательную базу, во-вторых, надо приглашать соседей и так далее. Не факт, что он придет у вас в суд, явится в суд. Суды этим редко занимаются, потому что данные, как правило, тяжело доказуемы. Раз они тяжело доказуемы, как правило, суд идет навстречу этим оригинальным товарищам и, соответственно, принимает решение, чтобы его не трогали. Его можно здесь привлечь только по нескольким статьям. Это значит неправильный уход за животными, то есть один из видов, может быть, наказание. Либо то, что он не содержит данную квартиру в належащем состоянии. А вот позиция блюстителей закона по поводу всей этой ситуации из-за образа жизни Виктора. Данные деяния подпадают под действием гражданского кодекса и в компетенцию полиции оно не входит. Соседи данного гражданина имеют полное право обратиться в полицию с сообщением. Участковые полномоченные полиции проведут проверку по данному факту и примут процессуальное решение. В соответствии законодательству Российской Федерации данный материал будет передан в муниципальный контроль города Соликамска. Получается, что как ни крути, надо первым делом к участковому идти. А пока будут идти проверки и последует хоть какая-то реакция, не ждать у моря погоды, а проявлять чудеса дипломатии. Пытаться уговорить соседа облагородить свое жилище самому или чтобы он согласился принять помощь в наведении порядка на своей жилплощади. Чтобы побороть эту проблему, надо действовать по всем фронтам. Мы расскажем, чем закончится это противостояние соседей, если оно закончится. Антон Старостин, Максим Перелагин, телекомпания Соль ТВ.